всем привет это третье видео в нашей серии о том как делать видео и сегодня речь пойдет о том как снимать себя тема конечно обширная возможно мы сделаем несколько видео на эту тему но начнем по порядку с простых вещей которые будут полезны всем даже если вы только начинаете снимать или все что вы снимаете это stories в инстаграм они тоже могут быть классными и сегодня мы дадим два ключевых принципа которые постоянно используем и и которые сразу помогут вам улучшить ваше видео в общем погнали основной проблемой тех кто только начинает снимать делает в этом скажем так первые шаги является то что кадры по итогу получаются скучными неинтересными или когда вы уже что-то наснимали потом пытаетесь это как-то склеить в монтажке и все получается какое-то однообразное конечно здесь немаловажную роль играет какой-то опыт насмотренность то как вы видите кадр это кстати приходит с опытом а снимать уже хочется у вас путешествие или вот праздники на носу есть несколько простых принципов которые можно запомнить и использовать уже сейчас улучшив тем самым любое ваше видео это те принципы которые мы используем в каждом нашем видосе и нет мы не будем говорить про композицию золотое сечение и вот это вот все я хочу обратить ваше внимание немного на другие вещи ведь чаще всего когда мы хотим что-то снять мы просто включаем камеру и начинаем поливать просто вот как она есть и это конечно не очень интересно гораздо интереснее когда при съемке вы сразу думаете о том что вам нужны разные планы а именно широкий средний и крупный разноплановость звучит скучновато но зато если это применять ваше видео точно не будет скучным это шикарный принцип который всегда работает не только у нас это используют везде в кино в рекламе в любом хорошем видео именно комбинации разных планов делают видео более интересным динамичным дают более широкое представление о том что происходит сейчас в кадре вообще расставляет правильные акценты именно с помощью разных планов вы можете обратить внимание зрителя именно на те детали которые считаете важными даже в этих обучающих видео я это использую чтобы вы не заснули но и в этих трех планах среднем крупном и широком есть очень большой диапазон вариаций например широкий может быть таким и вот таким и вот этот тоже широкий наверное чтобы было проще можно сказать о том что широкий это когда в кадре кто-то помещается в полный рост это конечно очень условно все зависит от ситуации но просто так легче запомнить когда что-то в полный рост это общий план общие планы шикарно передают атмосферу того места где происходит действие как бы сразу вводят в историю например кадры с дрона с помощью общего плана можно показать целиком дом который вы построили или красивую долину в каппадокии еще широкие планы могут быть невероятно стильными когда например маленький человечек на фоне какого-нибудь красивого заката или гор или на фоне какой-то архитектуры это всегда очень клёво смотрится широкий план может быть очень крутым но его бывает сложно сделать все-таки нужно соблюдать какую-то композицию не завалить горизонт в конце концов а еще в общем плане постоянно попадает в кадр что-то лишнее немного проще и более универсально делать средний план скажем так опять-таки условно средний план это когда человек влазит в кадр по пояс на самом деле средний план это в основном как мы снимаем даже когда берем телефон и снимаем кого-то например в айфоне портретный режим очень хорошо с этим справлять то как сейчас я снимаю себя это тоже средний план при такой съемки хорошо размывается задний фон а еще при такой съемки удобно не брать в кадр то что вы не хотите брать или кого вы не хотите брать в общем это очень универсально но по этой же причине большинство кадров получаются именно среднего плана и это скучно с этого потом смонтировать что-то очень неинтересно раньше когда я делал какие-то репортажные съемки и снимал свадьбы да был у меня такой период жизни особенно когда я начинал после съемок я приходил домой и я понимал что 80 процентов материала это один средний план это были неплохие кадры они были даже красивыми но они были однообразными смонтировать что-то с них интересное было очень сложно и потом я постоянно заставлял себя напоминал себя на съемках мне нужно снять пару крупников или мне нужно сделать еще пару широких кадров чтобы чтобы как-то это все склеить и третий план крупный это те кадры которые могут очень разнообразить ваше видео и вашу историю он очень клёво показывает детали если вы хотите сделать какой-то акцент на чем-то то крупный план это прям шикарно и вообще крупные планы они всегда смотрятся как-то интересно сочно как-то по киношному что ли если можно так сказать когда они применяются в тему разбавляют какие-то средние или общие планы это всегда очень круто хотя все нужно применять в тему все что занадто то не очень в общем принцип разноплановости очень спасает когда уже подводит фантазии ты просто не знаешь как же интересно показать то или другое событие например когда мы путешествовали с Олейской по США и снимали видео каждый день и монтировали и выкладывали один ролик в день проезжаешь и кучу километров при этом это было достаточно напряжно иногда ты просто приезжал в какое-то место и ты уже не знал что из себя выжить просто и как это снять а сделать видос нужно в любом случае и бывало что мы выходили из машины и говорили так нам нужен общий средний и пару сочных крупников и реально это работало иногда только это спасало собственно говоря очередной ролик то еще была поездочка конечно если вы не смотрели находите на канале плейлист 42 дня по сша можете начинать сначала и смотреть 42 минуты подряд сами любим ее пересматривать именно потому что мы все там делали на ходу это было интересно для съемки видео кроме камеры и объективов еще нужна целая куча разных мелочей переходничков проводков футляров для карточек разных креплений для микрофонов света и сам свет тоже нужен и многое из этого я покупаю на алиэкспресс там мне кажется вообще найти можно все что угодно а чтобы сэкономить на и так уже недорогих товарах можно воспользоваться кэшбэком от летишопс а с 21 по 24 декабря летишопс возвращает в три раза больше за заказы с алиэкспресс теперь кэшбэк до 15 процентов но активировать его можно только со страницы акции билет на электричку ссылка в описании но вы поняли если с обычным кэшбэком вы получаете например 100 рублей то с горящим уже 300 переходите в алиэкспресс активируйте горячий кэшбэк и совершайте покупку но будьте внимательны повышенный кэшбэк только по ссылке под видео кстати кэшбэк это еще не все до 28 декабря есть шанс поучаствовать в розыгрыше новой белой теслы условия просты делаешь заказ на 25 долларов в алиэкспресс с кэшбэком от летишопс и получаешь билет на розыгрыш электрокара и других призов времени не так много чем больше билетов тем больше шанс выиграть все детали можно смотреть на сайте и в приложении летишопс все ссылки как обычно в описании вообще кроме разноплановости есть еще один момент который неплохо быть делать когда вы приступаете к каким-то съемкам и нам в этом поможет гэндальф в конце концов многие смотрят наши видео только из-за него не ленитесь искать новые ракурсы для съемки да это иногда занимает гораздо больше времени чем просто взять камеру и снять но и результат отличается очень сильно например простая вещь как вы играете с собакой можно просто взять камеру в руки iphone например и одной рукой снимать другой рукой кидать гэндальф но что-то в таком духе можно сделать так можно поставить камеру на штатив и снять все это дело со стороны классная штука это уже прикольнее немного но можно поискать еще варианты тут все зависит от вашей фантазии например можно пристроить камеру в каком-то необычном месте вообще положить ее на землю здесь у меня было поваленное бревно и получился вот такой ракурс тут конечно важно еще бросить кольцо правильно но к счастью гэндальф всегда готов к нескольким дублям разноплановость это лишь принцип дальше вы можете подключать свое воображение воплощать в жизнь любые фантазии и идеи можно делать так чтобы в одном кадре сочеталось сразу несколько планов или чтобы объект съемки как гэндальф перемещался от очень маленького крупному это был просто пример как банальные вещи можно делать немного интереснее чем обычно и в принципе это не так сложно дальше о чем хочется сказать это как снять разные планы когда ты один конечно часто в наших видео мы снимаем друг друга с олеськой но сегодня мы рассмотрим примеры как это делать когда больше никого нет вы один или когда вы вдвоем но хотите снять себя со стороны короче какие инструменты я использую для этого и как я это делаю когда в один камеру можно поставить куда угодно даже положить на землю как это я показал чуть раньше но чаще всего мне помогают несколько незаменимых вещей первый это штатив на котором сейчас стоит камера а второй это маленький штатив джоби мы о нем говорили в прошлом видео про технику рассмотрим видео которое я снял в первой серии рассвет с гэндальфом ну что готов Поедем, покатаемся. Что ты, не высыпался? Субтитры создавал DimaTorzok И так, первый кадр. Тут крупничок. Затем, как я наливаю кофе в кружку. Вообще, с этим кадром нам помогала Олеська. В качестве осветителя. Поэтому, все-таки, не все можно сделать самому. Спасибо, Олеська. Э, парень, ты че? Как подъем? Надо сниматься. Давай, давай, погнали. Дальше, несколько кадров в динамике. Их можно отнести к крупным, потому что они показывают детали. Вообще, я часто применяю такие кадры, когда беру чашку или открываю какую-нибудь ручку двери. Кнопка старта в машине. Это все снимается от первого лица, как будто вы видите моими глазами. Мы часто применяем такой способ съемки. И это, как ничто, разбавляет видео. Статичные кадры, например. И придает какой-то динамике. Дальше, как Гэндальф запрыгивает в багажник. Он делает это эффектно. Было темновато, поэтому тоже пришлось подсадить лампой. Штатив с камерой, как видите, стоят внутри машины. Дальше опять несколько кадров от первого лица, как я сажусь, еду, вылажу из машины. А вот дальше все снимается со штатива. Как вылазит Гэндальф, и мы идем по городу. И здесь нужно учесть один важный момент. То, что это занимает время. Нужно выбрать ракурс, выставить штатив, проверить фокус, пройти. Вернуться, забрать штатив, поставить его опять. Опять пройти. Сколько вам нужно раз? Правда, когда снимаешь это впервые, удивляешься, как много это занимает времени. Вы посмотрели это быстро, в динамике, за одну минуту, всю историю. А пока снимаешь, провозиться нужно прилично времени. Но такова цена. Чтобы снять что-то хорошее, нужно потратить время. Дальше опять пару кадров от первого лица, как мы идем по городу. Они как бы развивают историю. Потом несколько средних планов и такое вот эмоциональное селфи с Гэндальфом. После чего сразу общий план, который передает атмосферу и показывает, куда мы, в принципе, с ним пришли и где находимся. Дальше все по схеме. Широкий, средний, как мы уходим. Тут главное не забыть забрать штатив потом. Как видите, в этом видео я применил все три плана. Были крупные, широкие и средние. Все это было снято с помощью нескольких штативов. И все это можно снять самому. Да, потратив определенное время. Но зато как прикольно получается. Кстати, эту штуковину я вот очень люблю. Она очень помогает снимать себя, когда ты один. И не только держа ее как ручку и снимая себя. Но ее можно прикрутить к чему угодно. Например, вот этот кадр в машине, в одном из последних видео, когда я еду и что-то говорю на камеру, снято примерно вот так. По-другому это было бы сложно, кстати, сделать. Или кадры с настолками. Очень прикольные получились лапсы. Здесь тоже не обошлось без этой штуковины. Вот так выглядит камера, которая снимала эти лапсы. Я просто не знал, как закрепить камеру по-другому, если честно. В общем, очень удобная, универсальная вещь. Кроме штатива и джоби, которые я выкинул, есть еще несколько девайсов, которые очень помогают снимать себя. Первый это экшн-камера. Тоже говорили о ней в прошлом видео. Это очень удобно. Она маленькая, компактная. Несмотря на то, что у нее широкий угол, она дает огромное разнообразие в съемке. И можно придумывать много интересных, необычных ракурсов. Ее не жалко. По ней можно проехать на машине или прикрутить к лопате. В общем, на что хватит фантазии. Но в прошлом видео про технику я говорил, что моя Sony уже устарела. Поэтому теперь у меня есть новая экшн-камера. Очень необычная камера от DJI. DJI Action 2. Тянет меня на всякие необычные штуки. Она состоит из нескольких модулей, которые вот на таком магните. У нее очень неплохая картинка, хороший звук, снимает 4К до 120 кадров в секунду. Я не успел протестить эту камеру еще в полной мере, но первое впечатление очень хорошее. И вот эта система крепления и дополнительные модули очень необычна, но очень прикольна. Этим можно заниматься бесконечно. Когда она состоит из двух модулей, она примерно как GoPro, наверное, размером. Или как моя старая Sony. Даже чуть меньше, наверное. Дополнительный модуль — это лучший звук, дополнительная батарея и еще дополнительный экранчик, чтобы снимать себя. Или можно сделать вот так, и это очень компактная камера. Она чуть больше моего глаза. В общем, как камера для такого лайфстайла и для влогов, которые мы снимаем, мне кажется, очень удачная. Прикольно. Но еще одна штука, которая позволяет снимать себя и делать просто невероятные кадры — это дрон. И не просто дрон, а все эти его авторежимы. Помимо того, что это, в принципе, очень классный девайс, чтобы показать общий план, то, где вы находитесь, сделать очень красивые облеты и так далее. С авторежимами вы вообще можете делать чудеса. На самом деле, это единственный девайс, который позволяет оператору в одиночку снимать просто невероятные кадры в движении, когда вы куда-то едете, идете, забираетесь на гору. Например, вот этот кадр с Олеськой, с Исландии, как мы бегаем по Черному пляжу, снят на первый Mavic. Уже тогда Mavic умели делать такие вещи. Но даже если у вас нету дрона и нету экшн-камеры, если у вас просто телефон, на него тоже можно делать все эти три планы. И широкий, и средний, и подснять какие-то детали крупно. Просто даже если вы делаете видео для сториз, вы сняли какой-то момент, подснимите еще пару деталей, сделайте еще пару крупных кадров. Или, может, получится повторить этот кадр, сняв его более широко. И тогда даже в 15-секундной сториз вы сможете это все смонтировать, и будет выглядеть гораздо прикольнее. Не говоря уже о том, когда вы снимаете что-то на камеру, в путешествиях и других съемках. Делайте разные планы, ищите необычные ракурсы для съемки. И даже если вы новичок в этом деле, ваши видео станут на уровень лучше, чем были до этого. На этом сегодня все. Не забудьте оставить комментарий, лайк, расшарить это видео. От вашей активности очень многое зависит на этом канале. В том числе и продолжение этой серии. Да, и с наступающим вас!